Так, в общем, примерно так это действует. Кэш взяли себе Team Liquid, Mirage взяли себе Fnatic, и D-Dust 2 будет, соответственно, с этим Map Decider. По VETA ничего не написано, к моему большому сожалению. Да, ничего не написано. Отстой. Отстой. Ну и, в общем-то, на пистолет китай все уберут. Ну, отлично. Убирайте, пожалуйста, на пистолетке. Уберите эту табличку, пожалуйста. Кто-нибудь, кто-нибудь, кто меня слышит. Ну, вроде должно. Сделай звук игры, пожалуйста, погромче. Да, сейчас сделаем. Обязательно. Я обычно ставлю на 1,6 где-то. Давайте попробуем на 1,5. Точнее на 15. Ну что ж, на защите будет играть у нас на тике Team Liquid, атаковать. Кримс уже начинает принимать флагли. Очень неплохо. Оф Мессис с Денисом отправляет. Еще и Лайджа, и Нитро в ад. И Элдрен Мессис с Хико. Остается вдвоем против пятерых игроков защиты. Но у них есть бомбы. И они очень быстро выбегают на Аплэн, где только стоит Флуша. Флуша, приемка. Да, отличнейшие выстрелы в голову. Ну, тут, конечно, провал. Провал тотальный для американцев. И коняшки, судя по всему, сейчас только бомбу смогут поставить. Ну, Хико сделал программу максимум. Я могу сказать, молодец, что это сделал. Хотя бы. Потому что фнатики, ну, на голову сейчас разбили своего оппонента. Это конница на Б. Пехота на А. Сделал очень-очень-очень много работы. Ну, это невероятно, конечно, сейчас было. То есть мы с вами пришли смотреть матч, в котором на пистолетном раунде уже все понятно. От начала до конца. И это очень грустно, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, абсолютное большинство народу поставило именно на фнатиков. Потому что... А, кстати, вот, появился вето-процесс на Health and Work. Пофиксили эту тему, обновил страничку. Ликвиды убрали Инферно. Фнатики убрали Оверпасс. Дальше убрали Трейн и Кобблстоун. Ликвид и Фнатики, соответственно. Поэтому остался с 2-м Абдесайдером. Кримс. Ну, что чужая, что своя карта. Конечно же, Фнатики наглого сильнее именно по вопросу стрельбы. То есть им Ликвид придется каким-то образом удивлять своего оппонента именно своими тактиками на этой карте. Потому что раз уж они ее сами пикнули, то они должны понимать, что делать на атаке. Ну и на защите, конечно же, но на атаке особенно. И надо удивлять. Надо удивлять. Хотя пока что мы видим дефолтное вот это состояние под названием раскидочки на Апленд. Лайджа будет первым, судя по всему, фронтменом, который будет выходить сюда. И сплит А. Сплита, да. Именно так оно и есть. Сплита через 2 дверь. Да, 2 двери и 3 мэйн, судя по всему. Именно так оно и будет происходить. Именно так будет сейчас принимать Фнатики. Нейтра уничтожает Дениса. И, судя по всему, неплохо. Неплохо зонировали сейчас при помощи смаков своих оппонентов. Тим Ликвид успели поставить бомбу. Джей Ви тем временем отработал Хика. И Джей Ви с Олафом красный, кстати. Причем Джей Ви находится в очень такой опасной позиции. Скорее по инфе будет, точнее, наоборот, на инфу работать. Флуша пропушил погрузчик, но не прочакал угол. И получил спину от Элайджа. Вуда. Кримс вместе с Олафмейстером вдвоем. Олф красный решает отойти на мидл и засейвить, тире, может быть, выбить еще один девайс. Кримс, соответственно, с этим тоже засейвится у ЮМП. Так. Перестрелка с Нитра. Но она ничего уже не решает. И о чем я и говорил? О чем я и говорил? Нужно немножко удивлять. Ну, сейчас, правда, дефолтный совершенно заход от Элайджа. Тем Ликвид был. Но он реализовался. Это самое главное. Фнатики здесь проворонили, конечно. И вот этот выход от Джей Ви, когда он просто не зачекал угол Погрузчика. И таким образом получил себе в спину. Был решающим моментом для Фнатик в ретейке. Но не получилось. Не получилось. Это совершенно нормально. Тем временем у нас Тим Ликвид с девайсами. Соответственно, с этим Фнатики играют в Форсбай. И с Фамосом, Фамосом, М4, двумя СЗшками, первыми арморами флушают Денис Майстера. Ну, или просто Дениса. И Нитра. Выходит. Выходит, чекает уголы. И на мидл, судя по всему, хотят играть у нас команда атаки от мидла. От контроля над мидлом. И это, в принципе, более чем логичное решение. С точки зрения того, что можно выходить и на Б, и на А. И контролить хайвей, что самое главное. Потому что одна из самых интереснейших точек на карте ДКэша. И это все-таки вентиляция. Да, это вентиляция. Хотя вполне возможно, что сейчас они пока еще не будут внутрь прыгать. Потому что иначе у них не будет выбора, кроме как брать Б. А они себя без выбора оставлять не хотят. Потому что никаких опенфрагов они не сделали. И Фнатики все еще базируются втроем на Б. Мы видим то, что они частенько такое делают. То, что на пистолетном. И что сейчас они играют трипл Б. Видимо, посмотрели демки и увидели то, что... По совету Ух, конечно же. Узнали то, что... Частенько Ликвида именно с Б плентом любит работать. Адрен с Тек Найном. Открывается на хайвее. Кримс вместе с Денисом втвоем... Держит А. Открывается Оллов Мейстер. Убивает своего оппонента. С СЗшки на лонг дистансе. Вот как работает Оллов. Точнее, Денис, ему пофигу вообще. С чем, куда, что происходит. Он просто отрабатывает народ. Вместе с Нитро остается вдвоем. При заходе на Б плент, на генераторах. Луша! Не справляется. Стрельбой здесь. Оллов Мейстер. Лоу ХПшный. На девятке. Попробует с Фамоса хоть что-то сделать. Хико влетает на своего оппонента. Денис падает. Хико еще убивает Оллов Мейстер. Остается один Кримс. Которому здесь будет очень-очень сложно. Да, два красных персонажа противника против него. Но... Ну, не персонажа. А игрока против него. И... 22,19. Эти, конечно, числа все равно не облегчат судьбу Кримса. Судя по всему, да, он вышел на генератор, получил по щам. И на этом, в общем-то, раунд закончился. Ликвиды продолжают брать один за другим. Ну, это можно так назвать, в самом случае. Потому что перевернули они после пистолетного. И сейчас попробуют дальше загнобить противника по вопросу экономики. У Фнатиков сейчас ничего не будет. И, скорее всего, ликвиды выйдут на счет 3-1. Вчера примерно такая же картина была на ДКэше на матче против Конквестов. JV. Но это еще ничего не значит, ясное дело. То есть, вчера... Вообще, позавчера, я помню, то же самое говорили о квэшн-марках. Типа, что вообще... Кто их подпишет? Они вот так вот играют плохо Мираж на первой половине. Но потом они все выправили, потому что это все-таки квэшн-марки. А команда против них была американская. И это были, по-моему, контр-лоджи-гейминги. Так что... Тут еще это ничего не значит. На Типе совершенно спокойно это понимают. И Олаф Мейстер идет пушить Б. Фагли. Фагли чекает. Фагли получил, кстати, по голове. По-моему, да, у него осталось 14 хп. Но это никаким образом не изменяет ситуацию. Денис тем временем, естественно, с Кримсом вдвоем остаются. На Б план заходят у нас жидкие. Жидкоазотистые. И жидкоазотистые кони. Как бы их назвали. Ну и остается только Кримс. Хик тут улыбается. Я посмотрел момент. Реплей даже можно было показать, если бы матч... Дальше, если бы раунд закончился, но он еще не закончился. Ну, теперь закончился. И реплей там тоже закончился на Клинфиде. Но лицо Хико ни с чем, конечно, вообще не перепутать. Такой пухленький тяжелоатлет, который явно очень-очень неплохо себя показывает в последние дни. Но против фнатиков ему придется не то, чтобы попотеть. Ему придется быть лучше, чем он есть на самом-то деле. Что касается, кстати, фраг стата, мы видим, что у Адрина, штатного снайпера, команды Ликвид, 0 фрагов. Но при этом они пока выигрывают. То есть у Адрина пока ничего не получается. Но он и не достал свое фирменное зеленое оружие большое. И пока еще не отстреливает людей. Сейчас как раз-таки на буст пойдет. Чекает миддл. Миссиум тиммейтами. И опять вот этот контроль миддла вполне возможно поможет им взять очередной раунд. Но при этом у их оппонентов теперь девайсы. Это первый девайсный раунд для фнатиков. И я почти не сомневаюсь, что будет очень-очень туго Ликвидом делать тут хоть что-нибудь. Но сейчас посмотрим. Вопрос чисто в оппонах. Да, через хайвей атака пошла. Сплит мейн в сплит хайвей. Но Олаф Мейстер справляется с очень большим объемом народа. Хик остается один. Олаф Мейстер слушай против него. Денис оформил минус два. Олаф Мейстер оформил тоже минус два. И теперь Хико будет решать, что ему делать. Ну, законтролил бомбу хотя бы. То есть могли бы игроки защиты от нее плясать. Но решили то, что лучше отдать ее. Или возможно не имели инфы. Но вроде как должны были. Хико законтролил ее. Забрал. Поставил. И сейчас будет пытаться отбивать заход с мейна и одновременно с машины. Ну, слушай, может быть... Все зависит, конечно, от синхронизации. Посмотрите, насколько красивая сейчас партия будет от двух игроков команды Fnatic. Потому что шведы это те люди, которые знают, что такое синхрон. Он правильный. Флуша, кроме этого, еще и сильнее оказался в стрельбе, чем Хико. Ну, и мало того, он прекрасно понимал примерно позицию. Что, в принципе, касается Хико. Он тоже предполагал, что Флуша именно с этой стороны подойдет. Ждал его. Но мы видим, что это ему не помогло. Потому что тяжелоатлеты из Швеции, они такие вещи отыгрывали уже миллиард раз. И ясное дело, что у Team Liquid... Ну, не то чтобы такого опыта нету. Ну, просто слабее. Парни, тут ничего не сделаешь. Я уже говорил, нужно выигрывать технически с точки зрения именно таймингов. Нужно выигрывать команды. Нужно выигрывать какими-то фишечными, крутыми мувами на этой карте. Иначе это не ваша карта. Иначе это карта Fnatic. И неважно, пик ли вы ее или нет. JV на мидле. Держится с М4. Денис. Прикрывает пока что выходы с мейна. Именно сюда бомба пошла. Но все еще, все еще у Team Liquid имеются все варианты действий. Потому что один из игроков просто держит поджимки с B-планта. Они не теряют информации по этому поводу. И Лайджа отрабатывает кримса. Это опен-фрак. Денис! Мог бы очень много сделать с этой позиции, но не получилось. И флуша вместе с Олоф Мейстером остается вдвоем против пятерых игроков Team Liquid. Которые даже царапины не получили. Не считая Дмитра, у которого 68 хп и Лайджа 92. Так что все просто замечательно в этом раунде для команды из Америки. А вот шведы как-то слишком легко отдают этот раунд. Дайте ссылку на GoTV прошу, очень надо. Лол. Что за вентилятор шумит? Я могу поставить просто потише на самом деле микрофон. Тогда будет меньше звука окружающей. Среды вроде как не меняли. Сейчас, одну секундочку. Да, вроде как не меняли то, что должен слышать микрофон. Но да, вполне возможно то, что машина справа от меня стоит слишком близко ко мне. Я имею в виду, конечно же, компьютер. Вот, не кабриолет мой фирменный. И Адрам Слеша, кстати, с нулем фрагов. Это замечательно. Я помню, как-то комментировал Маузов, у которых был минус один у одного из игроков. И... Я не помню, кто это был, честно говоря. По-моему, Спиди или еще кто-то. Спиди сейчас уже, правда, не в Маузах. Но сама суть в том, что где-то до, там, десятого раунда был минус один. На ланах причем. Ну, там совсем-совсем было все тяжело у Маузов. Но такое случается. Такое случается. Но представьте себе нажимать тап и смотреть на этот минус один до десятого раунда. Это очень-очень грустно. Низ смотрит на буст. Ну, опять же, без девайсов играют сейчас в натике. Но мы с вами прекрасно понимаем то, что в натике могут и без девайсов сыграть. Просто только в том, что у них ни арморов, ни раскидок. Вот с раскидками было бы поинтереснее посмотреть на этот раунд. Но экономика защиты, она такова, что приходится вот такие слифраунды устраивать. Ну, а Team Liquid никуда не торопятся. Они прекрасно поняли то, что именно осторожность дает им пока что плоды, которые для них очень даже хороши. Они на слабой стороне берут четыре раунда. Да, это их собственный пик. Но все еще, все еще это дает им хоть какую-то уверенность самих себе. Потому что все еще мы прекрасно понимаем, что фнатики их могут загнать просто в лютый тилт. И Team Liquid посыпятся и начнут отдавать раунд за раундом. И я думаю, что именно к этому постепенно мы рано или поздно и придем. Если, конечно, фнатики сами не уйдут куда-то гулять. Кримс тем временем заварил чайку сейчас на выходе с мейна и готов раздавать. Готов раздавать своего P250. Его надо просто запушить. И да, так оно и происходит. Еще тем временем Кримс падает на машине. Денис, Денис. Сейчас внезапно будет открытие для него. Да, хоть и внезапно, но Нитер сыграл очень-очень грамотно. Реакции кинул голову Денис Мейстеру. Олаф Мейстер остался один против пятерых игроков Team Liquid. Какие-нибудь интересные вопросы есть? Нет никаких звуков вентиляторов. Денис чисто по-русски. Ну, по вопросу, да. По вопросу Дениса или Дениса. Просто я уже настолько устал от этих двух мужиков, которые... Один Денис, другой Денис. И все еще не очень понятно, где тут адекватнее ставить ударение. Вопрос чисто в том, что вы привыкли как-то по одному. Я привык как-то по-другому. И я просто не смотрю русскоязычных комментаторов. Я, честно говоря, даже не помню, как его произносят англоязычные. И как-то оно ложится, так оно и ложится. Я прошу, опять же, у всех прощения, кто не привык. Я надеюсь, что вы либо привыкнете, либо просто-напросто уничтожите чат атомной боголобкой с вашими комментариями на тему того, что бы я произносил... Я так понимаю, что вы хотите, чтобы я произносил как Денис. Я, опять же, делаю это не для того, чтобы вас достать. Я вас уверяю. Вашей стороне есть такой маленький шанс. Ну и постепенно на Аплент выходит у нас команда атаки. Фнатики решили, что надо защищать мидл и бэплент, потому что мы помним, последний хороший антидевайсный раунд Ликвиды провели именно с заходом с хайвея. И Кримс один единственный игрок, который находится даже не на самом Апленте, а он находится на подходах к нему с машины и держит мейн выход. Соответственно, с этим на дверь вообще никто не смотрит. Ну, GV может быстро на дверь посмотреть, но он одновременно с этим контролит еще и выход с метла. Поэтому интересная тактика. Фнатики, мы видим, начинают приспосабливаться. Это самое страшное, что может произойти с вами, когда вы играете против шведской команды. Это когда они начинают приспосабляться. И Ликвиды снова хотят ударной волной пройтись по мидл, потому что они хотят втроем туда идти. И вот уже все. Вот на этом все закончилось, по сути своей. То есть не смогли среагировать ни Пагли, ни Элайджа. Погибли. То же самое касается Адрана. И Нитро с Хико остается вдвоем. И это уже проигранный раунд стопроцентно. Падает заодно и Нитро. И Хико теперь уже просто, ну, последует за ними. Туда же ват и на следующий раунд, что называется. Хотя поставят бомбу, возможно. Нет, он делает фейк. Олаф выходит на него. Размен один в один. И это, конечно, не должно устраивать никим образом Team Liquid. Фнатики просто очень грамотно. Просто адаптировались. Это было легко. Team Liquid по неизвестной мне совершенно причине не ожидали, что раз фнатики дефались на Аппенту, стоя здесь, то они почему-то не могут пропушить миддл и стоять здесь. Я не знаю почему. Я не знаю. Я не доказываю, что я говорю правильно, поэтому... То есть есть варианты, когда я действительно начинаю доказывать то, что вот так вот оно произносится, потому что там либо англоязычные так говорят, либо оно правда так произносится, потому что это нарицательное слово. Допустим, как с Гардианом, потому что там мало того, что нет В, а так еще и произносится это слово, как охранник. Ну, не охранник, там немного другое значение. Более эпичное. Адран на бусте. Сколько у Адранов фрагов? Один. Один за девять раундов. Not so bad. So far so good. Адран открывается. Опять же, ни одного большого зеленого оружия нет у Team Liquid, то есть они все еще не используют АВАП. И это интересное решение. Посмотрим, почему оно в конце концов приведет по раундам. Мне кажется, как только начнут проигрывать один за другим, то все будет по-другому. Нитра минусуя Дениса, который сидел тут на миде за смоковой завесой, но в конце концов его прошили. И мы видим то, что ротацию производит постепенно команд защиты. Сейчас JV будет открываться на миду. Не хотят они пропускать, не хотят пропускать своих оппонентов именно на контроль на мид, но не тут-то было. Нитра точным выстрелом в голову ваншотом пришел. Одного из самых талантливых игроков. Швеция. Олов. Молодых талантов, так сказать. Олов. Нет, не получается у него ничего сделать против Нитра. У Нитра прет. У Нитра просто прет. Он убивает еще и флушу. И это квадрокилл в этом раунде. О мой бог. Причем ван бай ван. Да, он там не делал каких-то супер джекичановских разворотов на 180 градусов. Но все-таки, все-таки замечательная шесть триба Нитра сейчас приводит к победе Team Liquid в этом раунде. Кримс остался один. И ему кроме как сейвить свой М4 ничего не остается, судя по всему. Да. Именно так оно и есть. Очень крутая игра от Нитра. Давайте будем придираться ко всему. Ну, это нормальная реакция, имею в виду. Я тоже люблю попридираться ко всему, когда сижу на стримчиках. Хотя, честно говоря, очень редко сижу на стримчиках. Вот. Но это часть увеселения, так сказать, от чата. Можно поболтать на тему того, что там комментатор делает то, на стриме происходит это, игроки вот такие и все остальное. У нас почему-то в нашей культуре принято обращать внимание на негативные вещи больше, чем нежели на позитивные. Но и позитива тоже очень-очень много. Особенно с тусовкой Доты. По сравнению с тусовкой Доты, я имею в виду Counter-Strike. Реально, аудитория по неизвестной мне все еще причине какая-то более дружелюбная, честно вам скажу. Я даже был удивлен, когда первый раз к вам пришел. И Олаф пропушил мейн ангарчик. И вполне возможно, кстати, что дойдет даже до буста. Может быть, не дойдет. Может быть, не хочет он туда идти. Нет, решил, что играет по сейву. Хотя, вроде как, сейвить-то нечего. У Фнатиков только один девайс у Кримса, который все еще располагается на Аппленту. И замечу, что в этот раз они играют прям Дип Апплент. Опорников целых четыре игрока. И они полностью покинули Б. Слушай, тут на перетяжках работа. Тем временем, все-таки, заход идет. Стрельба от Кримса с его М4-го ни к чему не привела. Зато Денис, который бустил его, сейчас на контроле. Вот тут момент. Денис, точнее, Денис минус один. Минус два. Нитро падает вместе с Олайджей. Перезарядка Дениса. И он открывается еще на одного игрока-оппонента. Но у него ничего не получается. Таким образом, Тим Ликвид все-таки берут Антиека Раунд. Еще бы они, блин, не брали на своем собственном пике-то и на атаке. Хотя, конечно, атака более слабая страна, но все же. Но все же. Ну и таким образом мы переходим на счет 3-7. И все еще Фнатики выглядят не так уверены, как они показывали себя, например, в первый день против CLG. Нет, не CLG. То, что там против них играло. А, Конквесты. Да, Конквесты на Инферно. Вы помните, они просто там устроили гэнг-бэнк тотальный. И ничего не получалось у канадской команды. Флуша! Нет, не Флуша. Дживи отработал Нитро. Денис, тем временем, справился с Олайджей Адраном, которые оба были на бусте. Читают, читают своих оппонентов сейчас Фнатики, потому что Ликвид продолжают делать одно и то же. Это нельзя давать. Нельзя давать так легко. Сейчас Фнатикам срабатывает. Да, стрельба еще, конечно, подвела у Нитро, на которого мы сейчас все рассчитываем. Я имею в виду те, кто либо поставил, либо болеет за американцев, либо просто болеет против Фнатиков принципиально. Не знаю, есть такие люди. Но сам факт того, что они продолжают играть одинаково, дабл-буст на мидл, но это все было прочтено. Этот дабл-буст был просто снесен сейчас в лицо. И мало того, еще и один выход на мидл с мейна, ну, вы сами видели, что с ним тоже произошло. Дживи сразу отрубил. Замечу то, что, ладно, если бы Дживи убил бы людей на бусте, так нет. Олф Мейстер там работал, потому что Дживи в тот момент перезаряжался после выстрела по Элайджеру, по-моему. Да, Нитры и Адрен были на бусте. Хико забрался сюда же, к своим трупам товарищей. И Фагли выходит из мейн. Хотят туда же, хотят там же умереть. И, в принципе, это их желание вполне себе обосновано. Хико оформляет минус 2. Дальше Фагли все-таки получает пулю от Дживи. Из большого зеленого оружия. И весло работает на все 100%. Как вы знаете, одна пуля, один труп. И Хико остался с 6 хп. Один. И его просто обошел сзади Олаф и рассказал ему, что почем. 4-7. 4-7. Фнастики продолжают показывать то, что они не намерены отдавать все ликвидам. Но все еще ликвидов должно полностью устраивать такое течение вещей. Если брать пока что ловику, это 1-2. 1-2. Такой вальс, можно сказать. Хотя, скорее всего, это ритм танго. 1-3-2. 1-3-2. 1. Хотя нет, наверное, сальса. Не суть важна. Важно другое. Денис. Ну вот, вот, посмотрите. Теперь они уже даже не дают своим оппонентам, точнее, выйти на этот буст. Они просто откидывают его молотами. И говорят, парни, хотите на буст? Погорите немножко. Ну и на машине у нас один единственный игрок защиты принимает оплент. Они отдали его полностью. И сейчас будет ритейк при помощи хайвея. И обходит ол оф мейстер всех. Или нет? Он выйдет тоже на хайвей. Неужели? Серьезно? Окей. Окей. Хика очень глубоко принимает. Я имею в виду смысла сидит вообще на дверях. Пагли смотрел спину. На спину вышел у нас ол оф мейстер. Погиб. Не справился с задачей. Денис. У меня есть такое ощущение, что фнатики сейчас просто постоят, постоят и отойдут. Обратно. Нет, решили все-таки пушить. На красный выходит Денис. Минус один. Минус два. Замечательнейшая стрельба от Дениса. Точнее хочется мне сказать ол оф мейстер, когда я вижу приписку Денис Мейстера. Но не важно. Это минус три от Дениса. Дениса. Фнатик. Просто замечательнейший раунд от Денис Мейстера. Очень классный. Не зря фнатики забрали его себе вместо Пронокса. Опять же, ну не знаем, как себя повел бы здесь Пронокс, но Денис очень-очень хорошее приобретение. Молодцы, что заметили. Еще бы не заметить-то с такими результатами. Слушаем. Держат миддл. Ну вот, посмотрите, они просто перекрывают миддл всеми своими силами. Почти всегда оставляя что А, что Б, более-менее без прикрытия там одного они оставляют. Это не очень дефолтно. Джей Ви тем временем не смог выйти на размен Денис Мейстера, который убил Нитро, которого убил Нитро. Фагли тем временем еще уничтожает ол оф мейстера. Все пятером Тим Ликвиды бегут на Б, плант и один на миддл. Джей Ви держится через флешку, работает неплохо. Размен один в один, но Кримс остался теперь уже совсем одинешенек на девятке. Что он будет делать? Что ему нужно решать? Им очень много ему нужно вопросов решать, но Адрон сразу же его прикрывает. Это четвертый фраг для Адрона на 13 раунд. Not so bad, not so good. Нитро, 23 фрага, 23 фрага у Нитро. Что творит этот парень? Что творит этот парень? Очень хорош, очень хорош. Прям то, что нужно. Весь расчет на него, конечно. Так, Нитро начинает прошивать очень-очень жестко, но там уже пробежали. Там уже пробежали, Джей Ви пропустился на миддля и его оставили тут одного висеть. Посмотрите на этой супер засадной теме. То есть, если он грамотно по таймингу сыграет, то с ним все будет замечательно. Но он исполняет такого мини-керригана сейчас. Нитро понял, что здесь пропушили через эти смака, но там он тоже не выходит. Давайте смотреть именно на Джей Ви, потому что его действия будут очень-очень много значить для фнатиков в этом форсбайе. Девайсов нету. Есть только вторая армора, у некоторых есть некоторые первые. И вот оно, вот оно чё! Ох, Джей Ви услышал выстрел Адрона. Один единственный выстрел Адрона являлся для Джей Ви просто спусковым крючком для того, чтобы вылететь в спину саму оппоненту. И никто не прикрыл снайпера команды Team Liquid штатного. Я думаю, что у Адрона сейчас очень много вопросов. Это первый раз, когда он взял свой АВАП, свой АВАП точнее, и Пуша пропушил! Причем он чужой, по-моему, был, если бы более точно, трофейный. Нитро убивает еще и Кримза. Олопа! Чекают, но не до конца. Вот это... Ладно, потом поговорим об этом. Денис на генераторах. Джей Ви с АВАПом. Откидывает Молотова и решил пропушить смака. Неужели? Можно ротироваться на девятку? Но нет, Фагли пропушил генератор, убил Дениса. Джей Ви падает следующим. И Хика с Фагли все-таки справляются в этом раунде с своими оппонентами. Так вот, к вопросу о... Это называется профанации, на самом деле. Да, и, по-моему, так это называется. В общем, дело в том, что когда вы чекаете углы, мы все делаем это на автомате. Да, мы вот делаем... У меня тут, конечно, слишком большая скорость мышки, но вы поняли меня, да? И то же самое сейчас случилось с одним из игроков атаки. Не помню, кто это был, но... Это было просто для проформы. Прочекано, и сразу же отвернулся один из игроков Team Liquid. И за это мог бы агрести по полной. И Олаф Мейстер все-таки не справился с стрельбой в том моменте, хотя ему подарили лишних несколько секунд, которые должны были быть реализованы. Нитро тем временем убил флуш, который пропушил. Джей Ви делает то же самое. Хотят на агрессии Фнастики поиграть в последнем раунде. И неплохо, неплохо. Нитро погиб. Топовый фрагстаттер на районик жидких лошадок. Лайджа держится у Мейна. Хика решил простреливать скрипучку. И фаглими носует Олаф Мейстера. Денис пропушил Мейн. Одновременно с Кримсом, который пропушил дверь и нашел там Хика. Нашел Хика, уничтожил его, законтролил АК-47. Но с ним не справился еще и Лайджа. 40 хп остается Кримса. Джей Ви с тремя хп. Но инфа, инфа. Джей Ви есть, что в вентиляцию пропушились два игрока Тим Ликвид. Джей Ви выходит в спину. Минусует фагли. Никто не проверил его позицию. Как так? Адран один. Адран один. И не знает никакой информации у него о позиции Кримса нет. У него есть только информация, что надо просто поставить бомбу, возможно. Потому что дальше следующие 29 секунд было бы туго. Сейчас хотя бы время на его стороне. Но вот позицию его все прекрасно понимают, знают. Джей Ви вместе с Кримсом играют против него. Но Кримс не справляется со стрельбой против Адрана. Джей Ви выходит на клоус дистанцию. У него всего 3 хп. И Адран очень хладнокровно здесь. Очень хладнокровно справляется с поставленной задачей. И счет становится 5-10. Хороший счет для Тим Ликвид на слабой стороне. На собственной карте, правда. И сейчас им остается всего 6 раундов на защите. Взять для того, чтобы все стало на свои места для них. Опять же. Что касается Фнатиков. Ясное дело, что от пистолетки будет очень и очень много. Сейчас плыть. И надо собраться, взять пистолет. И тогда они смогут выйти на счет 8-10. И, ну, я думаю, что тогда уже Тим Ликвиды явно будут очень-очень напряжены. Потому что, если брать расположение фрагов, то мы видим то, что и Адран не дотягивает до своего уровня Елайджа. Который вчера, кстати, тоже очень-очень неплохо исполнял. Был в топе фрагов. Если у Нитро перестанет переть на защите, то на этом можно писать ГГ. Ну, и у Хика, допустим. Хотя 13 фрагов это, конечно, очень-очень большой разрыв с Нитро. Это в 2 раза ровно. А там уже Адран, но это 6.5. 6.5 у одного и у другого. У Ладжи Адрана. Это очень много чего значит. И это хождение по грани, так сказать. Что мне нравится в жидких лошадках? Это жидкие лошадки. Что скажешь по поводу Na'Vi LG? Ну, я уже говорил, но повторюсь, то, что будет очень напряженный для Na'Vi матч. То есть вчера они действительно не показали свои лучшие игры против Квэшн Марков. Вопрос чисто в том, насколько они будут сегодня собраны, потому что LG с ними уже очень много матчей сыграли. И я не очень верю в LG, потому что я в них верил намного больше после того, как они заняли второе место на очередных ланах совсем недавно, после того, как они поменяли у себя игроков на FNS вместе с Тако, которые могут. Тако вчера, правда, очень слабо отыгрывал, чрезвычайно слабо по сравнению с своим обычным уровнем. Что касается FNS, FNS тащит команду действительно очень-очень классно. Если у Фоллана и у ФНС прет, то и не будет переть, например, у Гардена, то LG могут. Но, честно говоря, я все еще считаю, что, наверное, это где-то 60 на 40 в пользу Na'Vi, на мой личный взгляд. Еще в зависимости, конечно, от карт. Посмотрим, что там напикают. Опять же, там Na'Vi не могут себе взять тот же самый оверпасс, потому что LG тоже на оверпассе неплохо себя чувствует. И заход на Аплент. На Аплент от команды Атаки. Проворонили это все дело Ликвиды, и придется сейчас ретейк делать при помощи двух на мейне, потому что, да, да, здесь Хико вместе с Нитро будут выходить на мейн. Там, тем временем, перестрелка на машине. Адрен по своему тиммейту попал и погиб. Не получается ничего, вот зато надежда вся на Нитро. Давайте на него просто будем смотреть, не отрывая глаз. Но глаза ему все-таки оторвали. Выстропали, я бы сказал, пулями сейчас из глоков. Вол оф мейстер повесил макершот. Хик попытался на морозе исполнить дефьюз, но ясное дело, что ему никто это не дал сделать. Его просто бы уже, даже если не попадали, дальше ножами забили бы. Ну и 6-10. Я и говорил уже, Фнатикам реально нужен этот был пистолетный раунд чрезвычайно сильно. И они могут выйти на счет 8-10, а с 80 уже камбочить будет довольно неплохо. Ну и ликвиды. Ликвиды. Я думаю, что уже начинают тут выражать свои опасения. Опять же, у них сейчас экономические, они не играют с арморами. И это может сказаться. Может сказаться очень-очень серьезно. Делают засаду они на Б план 2. Если Фнатики просто уйдут на А, то это 100% для них раунд. Тут вообще без шансов. ЖВ тем временем выходит на мидл. Да, и Адрен должен принимать. Ну, то есть пытаться принимать, конечно же. Его смакуют. И Адрен, Адрен. Открывается на него два ствола. Джей Ви справляется с поставленной задачей. И Фагли вместе с Лайджей. Будут работать на перетяжке. Нет, Фагли будет один работать на перетяжке на мидл. Суть по всему нет. Он ждет возможных все-таки поджимов с мидла на Б. Ну, Фнатики, если просто решат на А, то все. Это ГГ в этом раунде, понятное дело. Но все еще непонятно, что хотят шведы сделать здесь. Американцы затаились. Вообще не дают у себя никакой информации. Вообще никакой. Полностью. Никакого движения. Никаких выстрелов. Все на шифте стоят. И двигаются на шифте тоже. На шифте стоять, конечно, своеобразное выражение. Но не важно. Я думаю, поняли. Флуша от девятки убирает Фаглия. На генераторах убирает Нитра. Нет, не убирает. Ну, убирает его Кримс. Не важно. В любом случае, даблкил для Кримса. И JV, Олаф и Флуша оформили по соло. Давайте, кстати, посмотрим фрагстаты команды Фнатик. Потому что очень много уделял времени Ликвиду. Мы видим, что все те же самые 26 фрагов у Нитра он еще пока что не смог за два раунда на второй половине ничего для своей команды сделать. Что касается Денниса, он лидирует с 13, и Олаф Мейстер вместе с JV имеет по 11, Кримс 10 и Флуша семерочку заработал себе. Но это совершенно логично. Опять же, он играет намного больше на инфу, нежели по инфе. И вы сами прекрасно понимаете различия между этими вещами. И, соответственно, фрагстатом одного или другого игрока. Фаглия. С Адреном. С Хайвая. Ну, юспики. Вы сами понимаете. Юспики. И отсутствие бородатого рыжего мужика. Играет против Ликвидов. Олаф. Оформляет дабл киол. Убивает еще и Хика. Ну, и на этом, в общем-то, все заканчивается. 8-10, о чем я как раз-таки и говорил. Пистолетный раунд. Передает вам привет. Адрен. С АВАПом. И вот вся надежда сейчас на этого парня. Потому что ему надо... Ему надо разыгрываться. Ему надо разыгрываться с защитой и большим зеленым оружием. Потому что, как вы понимаете, на защите данный девайс работает очень-очень серьезно. И если брать то, что сейчас у Адренас 6 фрагов, то нужно, нужно начинать уже стрелять. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Потому что... Олаф АВАП. Дживи отдал свое любимое оружие своему тиммейту. Но это частенько такое случается. Опять же, что у Фнатиков, что у тех же самых, например... Ну, у ТСМ вообще непонятно, кто там с АВАПом играет. Там, что Керриган берет на пуш от этого ВП. Что, в связи с этим, например, Паша частенько отыгрывает с этим девайсом. Снекс порой. Хотя, вроде как, штатный у них Филипп Кубский. Но никого не волнует. Адрен все еще держится на миде с АВАПом. И никто пока что его не выбивает. С ним на саппорте играет Элайджа. Давайте посмотрим. Олаф. Олаф пытается, пытается что-то реализовать. Здесь пуста. Адрен решил, что надо играть посильнее. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Грязно, грязно. Я так понимаю, что Олаф просто попал ему по ноге и дальше ХАЕшка залетела. Ну и вот он, вот он снайпер команды из Америки. И как вы понимаете, сейчас все будет очень-очень грустно. Потому что потеря снайпера на защите девайсного раунда на ДКэше Но она значит очень-очень много Лайджа Хотя, опять же, не потеряли Нитро Это самое главное, если брать его фракстат Точнее, Лайджа держится, держится Флуш на него открывается И... Да Фейл просто года Сейчас от Лайджа Не ожидал я от него таких вещей после вчерашних матчей Потому что он играл действительно намного-намного лучше Нитро тем временем выходит Хайвэй, минус живи Минус Олов Очень хорошо отыгрывает Нитро Правда, Фаглик делал первую практику, если более точно Но... Нитро Дает ему время перезарядиться У него 19 хп Бомб поставлено Крим с Оловмейстером дефует Аплент И у них пока что это получается Крим отрабатывает Нитро Хика отвечает разменом на Кримза И... Денис Один Один против двоих Его будут с двух сторон запушивать Он справился с Хика Дальше Фаглий нужно играть чрезвычайно осторожно И это Фагли Отличнейшая отработка, защита От Тим Ликвид И все-таки Первый девайсный раунд Водяные икони Смогут взять При этом у Фнатик с экономикой-то Все замечательно Закупится Поставили они бомбу Ну и в общем-то Вот этот буст, который они заработали На первых трех раундах Он... Сейчас их пока что Вот эта подушечка будет держать Солик Прыжки и выбивы стекол при помощи ножей Лайджем Я бы хотел посмотреть просто Как это в реальности выглядит Представьте себе Нож, который царапает стекло И она выбивается с одного удара С прыжка еще при этом Лайджем Вот агрессивно решили агрессию на ранней стадии Навязать флуше Но флуше плевать Он говорит А? Че? Че парни? Ну ладно, разменялись все-таки При этом он еще и нанес немалое количество демэджа Нитра У него остается снова 19 хп Что-то это мне напоминает Предыдущий раунд конкретно Но немножко другой позиции Правда Нитра оставался Но тоже с 19 Адрен Решил, что надо поконтрить Выход на мэй Выход на Асмейна Потому что на миде у него уже ничего не вышло Тем временем Джей Ви законтролил хайвэй И фнатики готовы Да, засетапили все, что есть Причем у них раскидок еще нереальное количество И вот они на Ешке пошли Адрен Адрен! Господи, боже мой! Что творит Адрен? Как так-то? Ну как? Боже! Почему? Почему, парни? Ну вот за что? За что это с нами происходит сейчас? Это супер Супер нерасторопно Это не назвать по-другому Тут много что хочется сказать Но давайте будем с вами культурными людьми И скажем, что это было супер нерасторопно У Адрена 6 фрагов за 20 раундов Штатный снайпер уже 2 А ВП было сыграно просто в ноль На защите Тим Ликвидом нужно это было Если в предыдущем раунде Фнастики их простили И Ликвиды смогли затащить при помощи Замечательных действий Фагли и Нитро То здесь этого не будет Здесь Тим Ликвид вынужден просто сейвить 3 М4 Точнее 2 М4 И Калашников Это провал Это провал Адрена вот так вот открываться При том что он не имел никакой информации о том Если оппонент нахайвый или нет Он просто надеялся на это Слепая надежда Или я не знаю Нерасторопность Очень-очень больно Очень больно Очень грустно Я бы сказал Потому что от этого сразу же разрушается удовольствие от игры Разрушается тот самый момент ради которого мы с вами встаем по утрам Хочется увидеть борьбу А мы видим Очень грустные Очень-очень печальные Совсем не компетитив Ошибки Фагли Минусует Джей Ви с 5-7 А на лонг дистанции Джей Ви открывался на бусте Лайджа пропушил мидл Убил Кремса Что? Посыпались натики Как-то совершенно непонятно В самом начале Тим Ликвид им навязали свою борьбу Которую они навязывали в предыдущем раунде Но в предыдущем они получили отпор от Флуши И в этот раз они решили что ладно Фиксим с Флуши Оставим его в покое на этом поджимке СП планта Оставим его в покое про пушу мидл Сделали минус 2 Замечательнейшая работа Но дальше Фнастики успокоились Решили что нужно поиграть от времени Подумать о жизни Денис С бомбой Все еще они могут идти куда угодно Правда вот за эти два фрага Они не получили никакого преимущества вообще То есть если бы хотя бы Хоть как-то законтролили Хоть какую-то часть карты Но нет Инфы нет никакой Расположения оппонента И очень сложно от этого всего Будет двигаться сейчас В те время Нитра играет с буста Своего тиммейта На Аппленту На красном ждут они Олафа Олаф открывается И Нитра Хороший флипшот был бы Но не получилось Не получилось Денис тоже падает И Фуш остается теперь уже один Причем На первом дне Олаф мейстер показывал Замечательные флипшоты На ДДСе 2 Я помню Если мне память Не отшибает Но здесь Здесь не получилось Не получилось 9-12 И Ликвиды Ну хорошие 2 опенфрага Хорошие 2 опенфрага Ранее преимущество Дало Ликвидам сейчас Возможность Возможность Хоть как-то выравнивать счет Ну как выравнивать счет В принципе-то они выигрывают 12-9 Они выигрывают на сильной стороне Сейчас находясь Но Фнатики Мне кажется Сейчас не успокоятся Они явно имеют Порох в пороховницах Еще какие-то мысли По поводу того Что они могут здесь делать И мало того У них еще есть Экономическая подушка Какая-никакая И таким образом Сейчас, проиграв раунд Они способны все равно Закупаться И идти дальше Идти дальше Вперед Адрен Уничтожает JV Начинает все-таки Стрелять Хоть как-то Штатный снайпер Тим Ликвид Правда Не со снайперской винтовки Мне кажется Что он Перестанет ее закупать В ближайшее время Потому что Хотя может быть И не перестанет Кто-то знает Нитро Но на атаке Он вообще не пользовался Этим оружием Фагля Вместе с Нитро Кроют выход на а И я бы не сказал Что они кроют даже выход Они будут на приемке На контратаке работать И пока что Пока что У Фагля нет никакой информации Потому что в знаете Тише мышек нарушек Действует Только знаешь Что Кримк здесь Прострел работает Получает немного дэмэджи Фагля И идет пушить погрузчик Интересное решение В общем на погрузчик Нету никаких смоков Вот будь тут ТСМ А тут было все по-другому Этот погрузчик был бы Уже давным-давно Смока хейл Фагля Успел разменяться Только один в один Это не самая лучшая ситуация Для Тим Ликвид Потому что Элайджа Вместе с Хико Вне позиции Тотально Фнатики отработали всех Кто мог им помешать Выйти на Аплент И Хико Вместе с Элайджей Здесь должны показывать Какие-то чудеса Доставать единорога Из-за пазухи И творить Что-то невероятное Флуша С буста Будет сейчас смотреть Хайвэй Прыгает И видит Элайджа Пробил его до 50 хп Решает поменять позицию Элайджа выходит к красному И его Не получается принять Элайджа откидывает голову Флуши Вуд Даешь Даешь нам Элайджу Вуда Выходит он на угол И Кремс вместе с Олафом Делают Максимум И ситуация Не теряя двух своих Оставшихся девайсов 10-12 Ликвиды Не справились Конкретно Не справился Хико Конечно Не фагли Бывает Бывает Случается Нитр кстати Немножко Остановился О чем я и говорил В общем-то Да Опасность остановки 26 фрагов За 15 раундов Сейчас он Нарастил за Вот эту всю Вторую половину Которая уже была отыграна Часть точнее Которая уже отыграна Всего лишь 4 фрага И это Вот эта опасность Когда вы имеете Одного Флагмана Который вас тянет И который перестает Вас тянуть на защите Ну или просто на переходе Стороны Который перестает В какой-то момент Переть Если можно так назвать Просто ну Вы сами понимаете Перестает лететь Оно Очень-очень-очень важно И мало того Его можно заявить Да Можно просто брать И не идти туда Куда ходит Топ фрагстаттер Ваших оппонентов Потому что обычно Все-таки Есть Игроки Которые играют Б На защите Есть соответственно Которые играют А Only Так Живи Ему выходит Пагли Соответственно Живи Пробивает Смока Там винта Все-таки Очень-очень удобная Живи Позиция И он принимает Принимает Лайджа Лайджа правда Не сдается Он законтролил Чужой трофейный АК-47 И Флуша вместе с Деннисом Вынуждены сейчас будут Дефаться от четырех игроков Защиты У которых Да Не было Только что Девайсов Но они Раздарили И это Экономический раунд Который получается Взять Тем ликвид У них даже Арморов У половины Не было И они все равно Это берут Боже мой Фнатики В какие-то моменты Показывают вроде как Просто чистейшие раунды Очень четкие Очень правильные Очень спокойные Но потом Вдруг У жидких коней Начинается какая-то Совершенно непонятная Трансформация Возможно Как раз таки Жидкость Их Ликвидность Дает им возможность Делать что-то Что-то Совершенно Не то Что они демонстрируют На раундах Которых они Совсем Такое ощущение Что из детишек Вырастают Отроки Юноши И вдруг Какая-то Очень крутая стрельба Пауза у нас От кого-то Будем надеяться Недолго Сеня будет Сегодня комментировать Да Он будет сегодня Комментировать На третьем И четвертом Матче Сегодняшнего дня Всем привет Кто кстати Нам только-только Присоединился Ужасно Лагает У меня Фул Идет Хороший Отсутствие Потеря кадров 0.00 Процентиков Так что Все вроде От меня Замечательно Попробуйте Там не знаю Другой С другого Кого-нибудь Браузера Зайти Попробуйте Перезагрузить Попробуйте Поменять Качество В общем Сами знаете Что делать Почему Брез Револьверов Играют У нас Другой Патч Сейчас Все оставшиеся Игры Это ночью Будешь Комментировать Нет Не буду Слава богу Вот раз Я отдыхаю Ночью Это мне вопрос Работать Элайджа Олфмейстер Олфмейстером Точнее За ней Стоял Олфмейстер И таким образом Олфмейстер погиб Оставив Двух своих Тиммейтов Отражать На атаке И Кримс Правился С Адреном Нитра Вместе Сфагля Падают От Деннис Мейстера Деннис Оформляет Квадрокил В этом раунде Вот это парень Конечно Начинает он Возвращаться К тем раундам Которые он Показывал На защите И пару Тройку Раундов Точно Просто Напросто Сто процентов Сыграны Именно Деннисом И Должны Быть записаны На его Замечательный Счет Ликвиды 4 АК Точнее Да 4 АК 4 М4 И Адрен с 5 7 Что касается Фнатиков Один Тек Найн И Калаши Во вставшихся руках Игроков атаки Фагля Один на Апланты Играет Два игрока На Хай Вэе И один на Вентиляции У защиты И еще один на Бпланты Устоит Поэтому Просто распределились Максимальная гибка Сейчас Очень быстрый Точнее Возможность Очень быстрой Ротации Тем Ликвид Присутствует И посмотрим Вполне возможно То что Пассивно будет играть У нас игрок Который остался Остался опорником На А А именно Фагли Адрон к нему еще и приходит И сейчас будет пытаться Отражать То что Должны Шведы Сейчас устроить А это скорее всего Будут дополнительные Сейчас раскидки Нет И раскидок Практически работают Без смоков Оставляют пока что На следующий момент И Кримс Минусует на Адрона Флоуша Отработал Нитро Кринжей Виф Справился с Фагли И Лайджа падает И Хика остается один Ван Бай Ван Просто-напросто Отдали сейчас Ликвид И говорил о том Что будет мгновенная ротация Получилась мгновенная Отдача Этого раунда Ничего не получилось У Ликвидов От начала до конца И снова пауза Ох Ну напишите что-нибудь Интересное в чате Может прочитаю Если что Если будет какой-то Интересный коммент Не тебе Я говорил Чувак Ок По поводу На каких турнирах Будет револьвер Ну не на этом точно Лана закончится уже Совершенно в другом формате Буду ли я комментировать Финалы Грандфиналы Завтра Нет не буду Завтра Комментируют Сеня вместе с Ухо Там всего один матч Поэтому Они будут его комментировать Я наверное посмотрю Может быть даже Конфу какой-нибудь Соберу Теоретически говоря Если опять же Буду смотреть Не знаю Не уверен я в этом Потому что Есть шанс то что Я вообще буду В совершенно другом месте В этот момент Хотя может быть и нет Может быть я уже Буду дома К этому моменту Накаучишься Закончил я На Айчара На управление персоналом Год назад Не кричи так громко Или сделай игру Погромче Вроде как баланс то есть Я Попытался отодвинуться Вообще от микрофона Просто К сожалению Из-за отсутствия Гарнитуры У меня здесь Бриветь стоит Он реально хорошо И звук дает Но Порой я Правда Начинаю Ближе к микрофону Сидеть И Когда Говорю громче Ясное дело Что Баланс Пропадает Я прошу за это прощение Но Такова жизнь Что называется У меня такое ощущение Что в Танчик Специально сначала Сливает И интригует Вообще было бы круто Если бы они реально Интриговали Но я уверен То что они играют Сейчас Просто не очень Расторопно То есть порой Когда они начинают Заливать раунд Они его продолжают Заливать И Какого-то стоп-крана Знаете Нету Просто его нету Они такие Аааа Пофиг Погнали Мало того Они уверены В своей карте Я почти не понимаю Что они уверены И в третьей карте Которая будет Додаст 2 Уж где-где Но на Досте 2 Есть даже Такая штука Как Олдскульность Потому что Опыт выступления Фнатик Он Ну Несоизмеримо Несоизмеримо Выше Чем у Тим Ликвид И Додаст 2 Это карта Да Есть команды Которые на ней Просто отлично Играют Есть команды Которые Может быть Послабее Работают Допустим Но Именно в вопросе Додаст 2 Олдскульные команды Почти всегда Сильнее Чем просто Вот Например Тим Ликвид Да Будет там Фнатики Против ТСМ Там еще Можно было Вопрошать На Map Десайдере Но здесь Здесь Фнатики Конечно Третью карту Должны будут Затаскивать Хотя Все возможно Потому что Вдруг Тим Ликвид Сейчас возьмут Свой А потом Чужой пик И о мой бог Ликвиды берут 2-0 Против Фнатиков Поражение Невероятное Кстати Сейчас покажу Лица игроков Чтобы вы не сидели Не скучали Здесь Там правда Пауза уже Практически Отжимается Показывают Нам Ликвидосиков Ну мы пойдем Смотреть дальше И Ого Это 5-man A plant Афнатики Идут на B Разминулись В пути команд И сейчас Конечно Этот раунд Уже практически 100% За Шведской Тимой Американцы Поняли свою ошибку Ну не то что ошибку Это просто Лак или не лак Да Ну пойдут Или не пойдут Здесь все равно Пистолеты у ликвидов Были Поэтому они решили 5-man A plant И В принципе Это более чем Адекватное решение От них Просто не повезло Что именно так Оно произошло Вот ко мне уже Начали спрашивать Тяжело ли поступать В ГУ Лу-у-у Практически Народ ГУ так давно Ну и GV Отработал двоих Олаф мейстер Разобрался с флаглей Тут все понятно Сейчас Ликвиды Посыпятся Как солдатики 1v1 То есть 1x1 И Вместе с Кримзом Еще добивают Элайджу И Нитро Все очень просто 13-13 Что касается Соответственно Ликвидов У них сейчас Будет закуп И это Практически Последний шанс То есть Если сейчас Фнатики берут Этот раунд То будет 14-13 У Ликвидов Не будет никаких Финансов Для того Чтобы закупиться Адекватно На После следующего раунда Фнатики возьмут 15-13 А на 15-13 Сами прекрасно понимаете Будет матчпоинт И Ликвидам надо будет Просто из кожи Уже вон лезть Как минимум Для того Чтобы выйти на допы Даже не на победу Но если Фнатики берут Чужую карту То насчет Собственно Я думаю Что уже сомнений Никого особо не будет С другой стороны Интригу надо будет поддерживать Поэтому Хайпим Хайпим И все остальное Нитро Решил пропушить Мейн И Посмотрим Сможет анализовать Эту позицию И тем временем У нас Дживи с Олафом И Флуши Олаф Забирается на буст Но это кстати Очень похоже На расположение Что делали Ликвиды На атаке Вот это Три Три плана Миддл И Один на мейн Один на Дверь Так оно и выглядело У них Только что Я имену Ликвидов Олаф Еще держится На миддле А ждет Ждет Адрана Кримс Крывается на Фагли Убивает его А я так понимаю Что Фагли пропушил дверь И получил сам На себя Опен Фраг Это конечно Очень-очень Большая ошибка Будет дорого стоить Нитра держит Выход с двери Знает точно Что здесь находится Оппонент После смерти Своего тиммейта Ну и Все-таки Все-таки Ожидание смерти Подобно Посмотрите Как бегают Леджи с Хика Просто не зная Что им предпринять Не зная Где принять Не иметь Никакой информации О месторасположении Фнатиков Сейчас они Законтролили уже Хайвей И выходит Выходит на Адрана Он занял хорошую Внезапную позицию Убил одного Но сразу же разменяли Хика Тем временем Выходит с машины Играть Ситуация 3 в 3 И команда атаки В конце концов Постепенно законтролила Аплент Выбивает С мейна Тут бы были шансы А сейчас Только на стрельбу Только на стрельбу Элайджа Уже справляется С Деннисом Флуша С 37 хп 56 хп У Кримса Оба В красной зоне И Флуша Падает Кримс в углу Ну что же Время-то течет Время течет Хика Не имеет никакого шанса На то Чтобы играть здесь Не быстро И Диффузов Нету Боже мой Оооо Вот это фейл Дон би лузер Бай диффьюзер Как же так Как же так Ооо мой бог Вы серьезно Сейчас Нет Это не так должно быть Это просто Не должно Быть Так Это просто Не должно Быть Так Ладно Не важно Замечательный на самом деле Раунд от Тим Ликвид Могли бы Попро Вышли они Из очень-очень Сложной ситуации Но в конце концов Все равно Раунд за Фнатиками Но у Ликвидов Еще хоть какой-то Бай есть Поэтому надо Отрабатывать И Лайша Простреливать С Мака Где находился Джи Ви Он получил Хэдшот И таким образом Хоть как-то Уравняли шансы Потому что Адрон отдался С самого-самого Начало Лайша правда 9 хп Это не очень круто Он еще и выходит С винты Его услышал Овмейстер И не применул Запихнуть в него Пулю из большого Зеленого оружия Таким образом Уничтожил своего Противника Нитра Решил взять все Свои руки Решил взять АВП И АВП И АВП Вполне возможно Поможет ему Сейчас Хоть как-то Остановить выход На Б план Которого Кстати не будет Шведы судя по всему Решили что стоит Не применуть выходом На мидл Да Скорее всего Так оно и будет Сейчас При этом мидл Сейчас никто Не перекрывает У Ликвидов Всего трое в живых И им приходится Сплить с 1-1-1 Нитра выходит Сюда же И будет пытаться Пытаться принимать Олов Прыгает Точнее Деннис Это был Прошу прощения Прыгнул Но и Нитра Дал Дал два выстрела Один не попал Второй попал Опять же это ошибка Дениса Что он дал так долго стрелять Кримс Погибает от выстрелов Хика Хика все еще держится На планту Лучше пришел Его запушить И Хика Какой же Замечательнейший Пухлячок Ох Как вкусно Вкусно Трипл Килл Очень хорошо Очень холонокровно Я бы сказал Сами прекрасно понимаете Когда счет 13-14 Когда вы проигрываете Собственный же пик Когда Все что вас отделяет От поражения Это всего два раунда Ваших оппонентов И у вас ситуация уже 4 в 3 Хика Просто встал как копанный Встал как копанный И понял что сейчас Его будут пушить И он принял всех Несмотря на то что АВП вообще было на мидле И Нет Нет Хика сделал все Что от него зависело Даже больше намного И сделал этот раунд Для своей команды Отличнейшая стрельба Отличнейшая выдержка И Просто хочется пожать ему руку Сейчас Все что хочется сделать Честно вам скажу Сдать из этого стола И пожать ему руку Флуша Лаки бастард Прост-напросто Откинул голову Иладжу через смока Ну Вы сами знаете В любой киберспортивной дисциплине Какая-то часть везения Должна присутствовать В контрстрайке Она тоже имеется Ну и это конечно же Еще и скилл Not just luck Иначе мы здесь бы Эти команды не увидели Все-таки топ-8 мира Ну не топ-8 мира Да Если брать американцев У них все-таки Больше шансов Тут попасть было На чемпионат Ибо в европейском дивизионе Явно борьба велась Намного более Серьезная На фагле Приемка с угла Спуста Но нет Его просто убили Запушили Флешки раздали И теперь Ликвиды Судя по всему Вообще должны будут делать Сейв Потому что они все Вне позиции Совершенно Очень легкий раунд Для фнатиков Очень легкий И да Это сейв И да Это сейв Еще становится 15-14 Тим Ликвид Как минимум Точнее как максимум Уже должны только рассчитывать На На допы Да Если кого-то оскорбляет Слово пухлячок Я прошу Опять же У вас прощения Вот Но это Метафорически Я не секунду Ну то есть Я имею ввиду Мне импонируют Все люди Особенно Харизматичные Он харизматичный парень Хо Вот такие Мне люди Точно не импонируют Хико убил Адрона Хико убил Адрона И флеш Запушил двоих Выбив Все девайсы И сейчас у Ликвидов Нету на матчпоэт Нету никаких денег Нету никаких Просто денег И Олов Такой Ха Бей своих Чтоб чужие боялись Хико Хико просто Опечаленный Вот после таких Супер раундов После того как он Вытащил Вытащил тот самый На Б планту Холнокровный Минус 3 раунда Он убивает Своего тиммейта И валится потом Валится от выстрелов Луша И мы таким образом Видим что имеется Только один скаут П250 И одна ЦЗ Как Как из этого раунда Смогут выбраться Тимликвиды Ну мы сейчас узнаем Конечно Но мои ставки 91 Остальные 9% Не имеют отношения Ни на кого Луша Луша Выходит Пропушил Лайджу Лайджу правда сам вышел Но Получил очень неплохой Спрейхик Остался здесь Один на Б планту Нет У него на сапоте Еще играет адрен Со скаутом Но скауту пока Не получается Реализовать свою Винтовку Зря на лоу скиллоу Поставил Да вы посмотрите На эту карту Здесь все могло Быть совсем Совсем скучно Там кинь 16-6 Или что-то вроде А у нас 16-14 Или 15-15 Это Очень-очень Яркий Матч Как минимум Это очень яркая карта Которая Достойна сейчас Третьего дня Ланфиналов С ЛС В Калифорнии Денис Отрабатывает Фагли Нитро Спрятался за дверку Но его позиция Его просто смочили Ему придется пробивать С мака Для того чтобы Хоть что-то Здесь в этом раунде Сделать Он это сделал Но ему не помогает Ничего Ничего Ни его скилл Ни его способности Потому что Ситуация была Явно не в его пользу 16-14 Ликвиды Все-таки Преграли Собственный пик И следующей карты У нас будет Я так понимаю Мираж Да Мираж Очень крутой Очень крутой Очень крутой Раунд Все что я могу на это сказать Парни Точнее очень Очень крутая карта Ну а мы С вами отдыхаем Смотрим рекламку Немножечко Слушаем музыку И идем На третью карту Только сначала Я вам покажу Лица игроков Потому что там Сейчас как раз таки На клинфиде Этот момент идет Вот это окончание Я прошу прощения За качество Это просто рестрим И Хотя Может быть Может быть Это и не важно На самом деле Я думаю То что Фнатики такие Типа Окей Окей Пацаны Ну вытащили И вытащили На изичах Вот как раз таки Окончание этого раунда Может быть Все таки Покажут нам лица Сейчас Ну в смысле Они и так видны Но я имею в виду Большая камера Сейчас будет После окончания Этого раунда Да Ну спокойные Конечно Фнатики Им вообще Пофигу Я хочу Посмотреть на американцев Они должны быть Очень сильно Расстроены Нам их что-то Не показывают К сожалению Ну такие А типа Ну да Запарились Но немножечко В принципе нормально Да Вот оно Вот оно Разочарование Посмотрите На это Адрен Адрен Очень слабо Сейчас играет Вот он как раз таки Сидит Трет лицо Руками Это как раз таки Эрик Один из Самых стабильных Снайперов На районе Очень-очень Давно Уже играет Тяжело ему Тяжело ему Нужно Немножко Похлопать ему В ладоши Может быть Он взбодрился Я не знаю В любом случае Его собственная земля Сейчас за ним Вы понимаете Прекрасно Как тяжело Проигрывать Собственные пики В своей же Америке Я бы сказал Потому что Имя за Ликвиду Сейчас болеют все Потому что Это единственная Американская команда Именно США Я имею в виду Которая осталась Потому что Вторая американская команда Это Южная Америка Это Бразилия Ясное дело За них не так много Народу болеет А вот Ликвиды Ликвиды за их спиной Берлин Ну или В их случае Не знаю Нью-Йорк Там Калифорния Не важно Не важно В любом случае Никуда не убегайте С вами А если куда-то убегайте Это с вами был Кристалл Мэй Но я еще Не был Я еще буду И еще Как минимум Три карты Сто процентно С вами Присижу Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok